Сегодня перед нами сейчас выступит Мэри Цудкович. Она всемирно известный специалист по боковому атрофическому склерозу. Она главный исследователь в большом количестве текущих и завершенных клинических исследований. Она не только ими руководит, но и участвует в их планировании. В общем, она работает в Mass General в Бостоне и в Университете Гарварда. И мы очень рады, что у нее есть возможность. Мы преодолели, я надеюсь, и сейчас преодолеем все технические сложности. Она будет делать доклад буквально из аэропорта в Словакии. Для того, чтобы рассказать вам всю наиболее актуальную информацию о текущем состоянии дел в области новых исследований боковом атрофическом склерозе, в области новых препаратов, которые становятся и будут, я надеюсь, в ближайшем времени доступны для лечения. И я буду переводить этот доклад. Hello, Merit, nice to see you. Thank you that you found that window to talk with us. We really appreciate it and hope everything will go fine. Итак, мы слышали великолепную речь о технологии, помощи пациентам с вас, а сейчас я вам расскажу о том, где мы сейчас находимся в плане лечения и препаратов, которые используются. И они действительно очень многообещащие для пациентов вас. Итак, прежде всего расскажем о том, какого достигли, как мы собираемся достичь, и как это достичь. У нас есть причины быть оптимистичными, и мы покажем, в чем они случаются. Итак, как вы знаете, более 400 тысяч людей по всему миру страдают от заболевания, изначально считалось, что это редкое заболевание, но оказалось, что оно довольно широко распространено. И каждый мужчина из 350 и каждая женщина из 440 на планете страдает от заболевания. И довольно большая дальность населения будет заболевать. На данный момент около 10-20% как определено связано с мутными. Средний возраст в жизни 35 лет. И мы считаем, что именно генетические причины связаны с около 60% возникновения. Мы видим, что прогрессирует заболевание за 2-3 года. И влияет на способность самостоятельно питаться и дышать. Самые важные функции, которые, в конце концов, делают заболевание смертью. Сейчас в мире разрабатываются препараты, которые снижают прогрессирование заболевания и улучшают качество жизни пациентов. Сейчас 9 таких препаратов перспективных, и мы поговорим о немецком. Нужно понимать, что специалисты по биологии говорили, что в клетке происходит, и вокруг клетки происходит очень много. И имеется в виду, что у нас множество целей для личности. И понятно, что болезнь может атаковать генетическую структуру клетки, может атаковать внутреннюю систему самой клетки. Как вы знаете, одобрены уже для лечения базы были в США такие препараты, как рилозол и перагон. Рилозол был одобрен еще в 95-м году. Он помог продлить, предмога продлить исследование в любом, жизнь в любом исследовании. Это удавалось доказать. Эдаравон был одобрен в 2012 году, и он вводится внутривенно. Буквально две недели назад в США была одобрена форма орального приму, таблетки. Это даравон. Было показано, что эдаравон сокращает ускорение функции болезни на 23%. Также надеемся, что оральная форма лекарства будет эффективна. Третье лекарство, которое используется, это ноидекция. Для лечения слизоотечения и неконтролируемого смеха, в первую очередь, было показано, что в дополнительных исследованиях было показано, что ноидекция также может показывать влияние на бульварную функцию и псевдогрумбарную функцию при БАС. Сейчас еще очень много других исследований. Нам нужен комплексный подход разных терапий, разных методов и коктейль-продуктов. Началось первое превентивное исследование БАС в США. И компании действительно сейчас работают над тем, как проводить профилактику БАС, то есть как предупредить его исследование. Итак, это одно из самых крупных нейромышечных заболеваний. И довольно большая количество компаний, более 250 в мире, изучает БАС и предлагает свои методы терапии. Проводится исследование, и на этом слайде указаны всего лишь самые популярные варианты, на самой поздней стадии исследования. Видим, что есть два положительных исследования, которые показывают положительный результат для БАС, AMX-0035 и метилкоболазмин. Здесь два исследования, которые показывают улучшение Токерсен и НУРОН. Они указывают влияние на беломаркеры, что очень важно для нас. Четыре выделенных красным препарата показали отрицательные результаты исследований. Синим выделено активно радиоассием исследования на поздних стадиях, на фазах исследований. И сейчас разработка небольшое число вариантов в Европе и США. Особенно популярна самая платформа исследований Центра Хиле, которая отвечает на вопросы по большинству препаратов, потенциально полезных для вас. Хотела бы показать вам результаты последних двух исследований. Одна называется Сентавр. Это исследование препаратов, которые называются Эмилипс. Это фактически комбинация натрия-книл-патриата и Тауру-Ры. Содиокси, холевая кислота. Содиокси, холевая кислота. Есть исследование. Затем у нас будет дополнительное исследование, которое позволит нам дать расширенные пенсаты и возможность регистрации. Это мы изучали пациентов на раннем стадии заболеваниях и с широким распространением заболеваний, то есть с быстрым прогрессивным базом, чтобы мы могли получить ответы в течение шести месяцев. Мы определили, что Эмилипс или АМХ на 25% сокращает снижение функций организма привался. За эти первые шесть месяцев, к счастью, все пациенты выжили во время испытания. Но мы проверим, посмотрим на выживаемость при открытом дополнительном исследовании. Мы проводим также другие измерения функций, такие как арксиды, например. Функции дыхательные, функции движения верхними и нижними конечностями. Функции пациентов, которые принимают Эмилипс по сравнению с функциями группы плацеба. И измеряем соответствующие критерии параметра жизнедеятельности. Итак, я хочу вам показать данные по выживаемости. Синий выделен Эмилипс. Это те, кто выжил. После шести месяцев исследований идет дополнительное исследование. То есть мы сравниваем прием Эмилипс на ранних стадиях с приемом и его воздействием на более долгую продолжительность жизни по сравнению с группой плацеба. Это первое лекарство, которое показало улучшение как функции, так и выживаемости. Эти лекарства находятся на рассмотрении в Канаде регулятором органом. Мы ожидаем принятия решения Канады в течение последующих пары недель. Итак, сейчас идет крупное исследование Канады в фазе 3, посвященное Эмилипсу. Мы видим 600 участников 48 недель исследования. Мы видим здесь отличие в дизайне по сравнению с Центавром. Исследование крупнее, будет идти дольше. И будет включать пациентов на более поздней стадии заболевания. Мы видим более 55% показателей улучшения функции. И около полутора лет потребуется на получение результатов. Затем препарат должен быть одобрен до завершения исследования, как мы надеемся, и будет доступен пациентам. Сейчас я хочу указать на результаты исследования сверхвысоких доз, которые вышли пару недель назад. Результаты для метилкобаламина или метилкобой-12. Мы видим 60% потери функции, снижение разницы в положении ситуации на 60%. И это было второе исследование, которое показывает положительные воздействия метилкобаламина. Итак, мы считаем, что этот препарат может быть направлен сразу на несколько целей, которые мы преследуем, на несколько функций при баз на ранних стадиях. Сейчас исследование должно быть одобрено в Японии, пока мы не знаем результатов процедуры. Так, это результаты. Мы видим здесь несколько уровней, недели 16. И здесь мы наблюдаем несколько шкал изменений по сравнению с первоначальным состоянием. Итак, я рассказала вам о двух новых исследованиях, которые мы рассматриваем сейчас и получили уже первичные данные. Сейчас я хотела бы поговорить о двух лекарствах, которые уже первичные были оценены. Но это очень интересная сфера, это сфера биомаркеров и очень перспективное направление в реакторе. Компания BrainStorm разработала эти лекарства для клеточной терапии. Фактически эти препараты используются для достатки факторов роста. Итак, в этом испытании фазы 3000-глобальных испытаний. Пациенты были организированы 50-50 по категории. НУРО, то есть это 2-0 слепо-толцебо-контролируемое исследование препарата НУРО. На протяжении 28 недель пациент был установлен на контроль. Итак, мы наблюдали за наличием препаратных факторов ответа в течение этих 28 недель. Дело в том, что мы еще не видели значимости, но в каждой точке нашего наблюдения было большее количество ответов на протяжении 28 недель. Мы обнаружили, что люди чувствовали себя лучше при этом исследовании, то есть мы чувствовали себя лучше при этом исследовании, но мы обнаружили определенную почву, которая нам позволила оперировать в этом исследовании тысячи успешных данных. Измерение степени нейродегенерации, нейровоспаления и выделение маркеров нейродегенерации, нейродегенерации, нейродегенерации. Так, мы думаем, что клетки были биологически активны. Возможно, дело было и в вязании исследований, в котором нуждался коррекция. Сейчас в команде ведет переговоры с регуляторными агентствами по поводу того, что препарат находится в фазе 3 исследования и у него есть потенциал. Еще одно исследование, показавшее удивительные результаты. Это исследование первого препарата, направленного на генетическую форму БАС, а именно ген СЛД-1. Препарат СОКИРСЕН, антисмысловой олигонуклеотид, направленный на супрессию выработки гена СЛД-1. И мы видели, что уровень гена СЛД-1 действительно снижался, и мы видели ощутимый результат. Справа мы видим график лечения пациентов, коричневым цветом выделены пациенты, получавшие токерсен, синим платьем. И наблюдается достижение снижения, ухудшение снижения. Исследование Вейлор, находящееся на фазе 3, снижение не достигло первичных результатов. И все же мы видим положительный эффект на биомарку, и мы пытаемся выяснить факт, что это произошло без снижения. Дополнительно в исследовании получили очень быстрое прогрессирование в одной группе и замедление симптомов группы. Как это влияло на пациентские функции? Синий – это группа замедления симптомов, красный – группа ухудшения. И мы можем видеть, что каким-то образом это связано с препаратом. Мы расследили тренд. Для пациентов, которые статистически лучше, улучшаются симптомы в форме лечения. Статистической разницы нет. Тем не менее, мы видим, что в дополнительном исследовании мы поделились замедление симптомов, некоторого улучшения. И, возможно, генной терапии требуется больше времени для оказания эффекта. У нее есть отложенный эффект. Он длится дольше, чем мы думаем. Еще одно опасение – это быстрое ухудшение, возможно, под вариант ПАС, быстрое ухудшение симптомов. Мы сумели показать, что генотерапия снижает прогрессирование и снижает уровень гена СЛД-1 при раннем введении до ферсена. Также мы видели, что препарат оказывает эффект на нейрофиламент, геомаркер регрессии. И мы видели, что ни один подобный препарат не оказывает такого эффекта именно на нейрофиламенте. Конечно, эффект видно гораздо позже. Здесь нужно больше времени для того, чтобы определиться с результатами, но нет потенциал. И было очень сложно проводить исследование форма БАС через лекарства. И определённым шагом вперёд стало следующее следующее, которое я вам сейчас покажу здесь. Это лечение пациентов тем же лекарством до того, как они заболеют БАС. То есть это превентильное лечение. То есть люди, у которых есть имитация СЛД-1, пресс-минтоматически лечат лекарством, и они рандомизируются для исследования. Здесь мы шли, это мы видим, как раннее вмешательство, превентильное вмешательство в течение болезни. Итак, я хотела бы перейти к тому, как мы работаем. Хорошие новости о том, что исследования проводятся по всему миру, лекарства создаются по всему миру, не только в США. И мы проводим платформенные исследования для того, чтобы суметь собрать в один из сетей лекарства и достичь максимального эффекта. Мы хотели копировать подход, который используется в онкологии, для лечения, когда у пациентов используется большое количество лекарств одновременно, и создать так называемое платформенное исследование. Это естественный способ, когда одно лекарство тестируют за один раз неэффективно, без быстрых инвалидов. И в платформенном исследовании можно совмещать несколько терапий одновременно. Платформенное исследование мы запустили в июле 2020 года. Большую поддержку оказывал этот человек здесь, который вы видите на картинке, это Шон Хи-Эль, и пациент БАС. Мы знаем, что платформенный подход сокращает время исследования наполовину, сокращает расходы на треть, и позволяет сократить количество пациентов в группе плацебо. Один из наших пациентов очень верно сказал, что чисел БАС кикает очень быстро. И это один из способов победителя. Так что я покажу вам, как мы это проводили. Мы начали с трех препаратов. Мы выбрали из-за глобальной конкуренции соревновательности. Люди, участники СБАС поступают на платформенное исследование, рандомизируют и получают лекарства, которые имеются. Первый из них – это зилопопланы. Пациенты не выбирают, какое лекарство применяют, они просто рандомизируют. Они рандомизируются два к одному, в отношении три к одному в каждом. Только 25% участников в группе плацебо. Мы анализируем, например, режим АПИН. Группа плацебо единая для всех пиох в группе лекарств, сетерых лекарств. И у нас очень большой ресурс для выявления оптимального цифра. Преимущество платформенного подхода также в том, что единая группа плацебо для всех трех препаратов. И в конце сетерых получаем результаты для всех трех препаратов. Другое преимущество в том, что если у вас есть другое лекарство, то приходится проводить традиционный подход исследование заново. А здесь мы смогли просто добавить четвертый препарат. Этот четвертый препарат пидапидин. Понадобно всего 30 дней, чтобы добавить еще дополнительное направление пидапидиновое наше платформное исследование. А через пару месяцев мы добавили еще пятый препарат. Мы надеемся получить официальные результаты, которые выясняли в августе 2022 года. И по четвертому препарату предъявлено в сентябре 2022 года. А по трехолозе, по последнему препарату, результаты будут получены в мае 2023 года. И мы можем совмещать в разные новые режимы в виде параллоза. Мы работали все в большой связке, FDA, сообщество пациентов, фонды, всевозможные исследователи, центры. Исследование росло очень быстро. И это ушло на пользу пациентам. Итак, как это работает? Есть общая платформа, в которой включена вся популяция пациентов. Основной протокол. Столь национальный протокол. И мы можем наблюдать за разными исследованиями и анализировать, как долго будете проходить исследования. И для всех режимов лечения используется одна платформа. Есть также специфические информации для каждого режима лечения. Например, по безопасности, по характеристикам, тазировке. И нам не нужно сильно менять исследования. Мы можем учитывать, например, параметры только безопасности. Так, эффективность в том, что мы, у нас общая инфраструктура именно плацебо. Это очень экономит время исследования. В США и Британии, в США и Британии, в США и Британии также начали пробовать такой подход совместного плацебо. И коллеги также запустили платформное исследование. И сейчас этот подход становится очень популярным при вас. И в целом шире в области неврологии. В нашем платформе исследования мы начали с 160 пациентов, 120 в группе препаратов, 40 в группе плацебо. Сейчас у нас 120 пациентов и 40 пациентов плацебо для всех режимов лечения. Через 6 месяцев мы открываем дополнительные исследования и мы смотрим на более широкие эффекты препарата, к примеру, как это было с теми лицами, на качество жизни, на выживаемость и так далее. Мы включаем в исследование пациентов с более прогрессирующими симптомами, парадической лечебной формой, жизненность легких в спокойном состоянии более 50%, способность глотать – это обязательный критерий включения. Мы смотрим на изменения в шкале ВАЗ и на различные причины смертности. Также наша конечная точка – это выживаемость и разные показатели на подобие жизненной емкость и легких динамометрии и так далее. Также у нас есть показатели эффективности и безопасности в конечной емкость и легких динамометрии. У нас есть основной протокол – мастер-файл для платформы исследования хили на платформе в открытом доступе для исследования хили и других. И мы стараемся делиться сообществом с нашими данными. Данные моменты исследования поводятся только в США, в наших центрах. Но мы также планируем расширять исследования на наших центрах за пределами США. И очень важно из-за его сложности делать это исследование комплексным, то есть глобальным. Мы обнаружили, что это исследование было так популярным, что нам сложно отвечать всем пациентам, всем относятся запросы. Поэтому мы решили создать центр общения с пациентами, ориентирование пациентов, чтобы отвечать на вопросы пациенту. И чтобы пациентам найти наиболее удобный для них центр исследования для исследований. Мы также проводим ежедневные вебинары, на которых рассказываем людям о том, что происходит. Отвечаем на их вопрос о воспитании. Итак, как я упоминала, первые четыре препарата. На первые четыре препарата закончен набор на исследование, и результат мы должны получить вежливую в августе 6-3. И здесь открыто реанализированным исследованием, которые будут сопровождаться последующими дополнительными исследованиями. Я хочу сказать, что это действительно очень важное время для борьбы с баз. И мы работаем не только над тем, как лечебность, но и над тем, как проводить ее профилактику. У нас есть большая линейка препаратов. И все больше и больше препаратов добавляется в наши исследования. Инновационный эффективный дизайн исследований также позволяет нам улучшать качество исследований. И к тому же мы привлекаем в сообщество пациентов, чтобы за это быстрее проводить исследования. Но нам понадобится коктейль из препаратов, то есть комплексный подход в сочетании разных препаратов при таргетированном лечении. И также наша цель – это профилактика. Итак, я хотела бы поговорить о людях, с которыми мы работали, о разных целях этой сети, которые мы создали, о различных фондах, центрах, которые нам помогали нашим исследованием. Спасибо вам большое за то, что позволили мне говорить из аэропорта здесь. Спасибо вам большое. Мэри, спасибо большое. И у нас есть несколько вопросов. Вы готовы? Окей. Я буду зачитывать вопросы, потом переводить их сам на английский. Первый вопрос – можно ли у нее проконсультироваться, видимо, онлайн. The first question from those who are impressed by your talk is, is there any opportunity to get your consultation? The first, very clinical one. Да, есть онлайн-консультации, можно на них, я так понял, записаться. Ну, в Mass General работает Merit. Я думаю, что через их сайт можно это найти. And the next question. Следующий вопрос про препарат Nudext, про который он рассказывал. Можно ли его использовать при псевдобульбарном синдроме другого происхождения? Is it possible to use Nudext for pseudobulbal palsy, not for ILS, I mean, from another region? So, it's been shown to work in multiple sclerosis and in ALS for a pseudobulbar affect. That's what it's on the market for. I do think that it also improves vulgar function, you know, in general. So, it would be considered off-label use for another illness, but I think you'd want to talk to your doctor about it, but I think that is possible. It's very safe. It's a combination of two drugs. One is like the active ingredient in COX-SER, dextromethorфан. And it's very safe, but it has a low dose of clintonine. And with that drug, you have to ask your doctor to make sure you can take that. Thank you. Она говорит, что да, можно этот препарат использовать при других заболеваниях, сопровождающемся бульбарным синдромом, то есть псевдобульбарным синдромом, нарушением речи, глотания и аффект. То есть это насильственный смех и плач. Было исследовано при рассеянном склерозе, кроме как при БАС. Но она считает, можно off-label, то есть вне инструкции, использовать по согласованию с врачом и при других заболеваниях, которые сопровождаются такими симптомами. Я выберу просто для тех, кто слушает трансляцию, выберу те вопросы, которые непосредственно касаются новых препаратов. На остальные мы постараемся тоже ответить. И есть вопрос о участии в исследованиях, которые она рассказывает. Вопрос про участие в исследованиях, в которых она рассказывает. И zwar diabе наех себя. Знаю, спасибо за решение. Вопрос. И я думаю, что это питение месяц, кто знал выберет процесса. Утого практи операционного парня, которые они собрались grading на зависимости от развития. левоим лифrijk рассто altri. В зависимости от исследования, от той страны, где оно проводится, ответ на этот вопрос зависит от этого в первую очередь. Но главным условием организационным является то, что человек мог бы жить в этой стране все время проведения исследования. Это принципиально. И также вопрос. Третья вопрос. Третья вопрос. Это только центр или порицейские мозги? Да. Это очень хорошо. В результате мы тестировали на пачку, они тоже могут быть. В результате в результате, они должны быть в лоуэр, а в перцюмени. Другие, которые я говорил, как Амилекс, НК 035 и Метко-Коваловин, Да, вопрос был связан с тем, что влияют ли те лекарства, которые используются в исследованиях на верхний и нижний мотонейрон. Ответ, что часть из них действительно влияет на оба мотонейрона, например, препарат АМХ, о котором Мэри рассказывала. Еще несколько вопросов я сам задам, тоже их переведу. И также, у меня несколько вопросов, но я бы просто выбрал некоторые. Первый вопрос, я думаю, для всех практических работников, которые работают с пациентами с АЛС, это вопрос из пациента, что это правильное использование, которые используются на рынке, и иметь хорошие результаты, например, АМХ ингредиенты. Мой вопрос заключается в том, что многие спрашивают, можно ли использовать те препараты, которые в исследованиях, ну, например, АМХ, поскольку их ингредиенты доступны, их можно купить в аптеке, можно ли так сделать, то есть использовать их не как лекарства за исследование, цельное лекарство, а просто купить в аптеке ингредиенты. И так же самое, что Массетинит, это также доступно для пациентов и пациентов. Массетинит, это просто вопрос. Хорошо. Первое, что она говорит, это всегда в ответ на этот вопрос я отвечаю, что если рядом с вами проводится клиническое исследование, это препараты, то всегда лучше принять участие в клиническом исследовании, поскольку все-таки до сих пор это те препараты, которые находятся в исследованиях и не зарегистрированы. Она говорит, что если такого исследования нет, то с ее точки зрения допустимо использовать те лекарства, которые входят в состав, допустим, препарата АМХ, но под контролем лабораторных исследований, под контролем врача. And what about Massivet, the drug for pets? По поводу Massivet она говорит, что риски, видимо, значительно выше и принимать его вне рамок исследования не рекомендуют. Еще не появились вопросы, потому что я могу еще продолжить сам. Okay, and what do you think about the data of Ederavon about real-life experience that shows that maybe it is not so effective as we thought before that? It's a really good question, and I'm glad you asked. I still think that a placebo-controlled trial, that data is more robust than real-life data. I know that might sound strange, but it's well-controlled, so I believe the trial, I don't so much believe that recent study that was more real-life data. You can control for other things better in the trial. So I still think it works, and I do prescribe it for my research. The question заключается в том, что сейчас вышли исследования, которые говорят о том, что в реальной жизни, то есть вне клинических исследований Ederavon неэффективен. Они проанализировали результаты людей, которые принимали его вне исследований, поскольку он уже зарегистрирован, и показали, что эффекта нет. Но все-таки Merit говорит, что надо больше доверять клиническим исследованиям, с ее точки зрения, поскольку они именно спланированы с целью оценивать эффект. Там есть плацебо, там все более четко. И если сравнивать два типа таких исследований в реальной жизни и в рамках исследования, то в исследовании в плане эффективности мы более четкий ответ получаем. Поэтому она по-прежнему верит в этот препарат, что он эффективен, и продолжает его назначать. Я хочу добавить две вещи. Есть два других исследований Ederavon, которые сейчас происходят. И она говорит, что продолжаются сейчас два исследования Dharavon, результаты которых будут готовы через полтора года. Но вот я в своем тоже докладе об этом расскажу. И которые, может быть, дадут более убедительный ответ насчет эффективности этого препарата. Я спрошу сейчас еще про ее платформу. Один вопрос. И еще раз вопрос. Еще раз вопрос о платформе, которую вы говорили о том, что на некотором уровне, мы можем просто исключить placebo от всего? Я имею в виду, потому что мы имеем в виду достаточно. Спасибо, группа НАТО. Это огромное вопрос. Я надеюсь, что один день. Я думаю, что более вероятно, что мы можем продолжать сделать это маленьким. Может быть, 20% или 15%. Но есть важность в том, что люди не знают, что они находятся, чтобы дать более аккуратный ответ. Я не знаю, что мы не можем с zero, но мы можем с меньше. Я спросил, если вы следили за мыслью про платформу, которая используется, где много препаратов одновременно, и в каждом группа плацебо есть. И за счет того, что данные по группе плацебо объединяются и используются для сравнения со всеми остальными препаратами, поэтому групп плацебо может быть меньше. Что хорошо для людей, которые участвуют в исследовании, меньше шансов получать пустышку. Я спросил, а можно ли мы придем когда-нибудь к тому, что плацебо вообще бы исключить из исследований, поскольку уже данные достаточно накоплены? Он говорит, что доля плацебо скорее всего уменьшится, но не будет равна нулю, поскольку все-таки в рамках исследования у человека должно быть ощущение, что неизвестно, что он получает. И вот эта история с тем, что он получает либо пустышку, либо препарат, она должна сохраняться. Окей, that's it. Thank you very much for your participation, for your time. Wish you safe flight. Thank you. Лев Падимович, спасибо вам большое. Очень много вопросов вы видели в трансляции. Как мы с ними поступим? Будет ли какой-то ответ, возможно, в комментариях? Ну, мы можем сейчас. Просто поясню. Я передал все вопросы, которые касаются непосредственно темы доклада, то есть текущих клинических исследований новых препаратов. Мэри, это остальные вопросы ей не передавал, поскольку они не совсем связаны с темой докладов. Ну, готов на них ответить. Значит, очень большой проблемой является избыточность лунчищения. Но здесь достаточно много информации на нашем сайте. Там все способы, возможные доступные, перечисленные, начиная от какого-то банального полоскания рта до инъекции ботулотоксина, до пластырей скополаминовых. Ну, в нашей стране, наверное, самые такие эффективные способы, которые мы используем, это использование антипрессантов, например, аметрептилина, пластырей, которые за границей каким-то образом привозятся скополаминовых, и уколы ботулино, ботулинистического токсина в слюной железе. Тоже это сейчас в России доступно. Как определить стадию заболевания? Ну, не знаю, с чем конкретно связан этот вопрос. Предположу так, домыслю, что, и, может быть, акцентирую за счет этого внимание ваше на тех аспектах, которые были в докладе, что Мэри говорила, что препараты, многие из них, начинают, входит в исследование для пациентов на ранней стадии болезни, и эффективны, в том случае, если начинать их как можно раньше. В этом плане стадия определяется скорее теми параметрами, которые являются критерием включения в исследование, то есть длительность болезни, жизненно-емкость легких, и оценка по шкале ЛСФРС. Вот это основные параметры. А в клинической практике стадия определяется по распространению заболевания на разные уровни организма. То есть если только, допустим, ноги вовлечены, это первая стадия. Если руки-ноги, если присоединяются, допустим, руки, то вторая, если нарушается речь о глотании, то третья. Ну вот, все так достаточно просто. Ну так, про участие это я на ответила. Длительность приема Релутек и с каким препаратом для усиления лечения. Ну, Релутек принимается постоянно, то есть если вы начали хорошо переносить, и некоторые люди его не очень хорошо переносят, как с точки зрения своего самочувствия, так и с точки зрения лабораторных анализов. Если вы все это делаете, переносите нормально, со всех точек зрения, то это препарат, который постоянно принимается. Ну а с какими препаратами, собственно, вот об этом и был разговор, сейчас в том числе о том, что из зарегистрированных только Эдоровон, причем, ну, Эдоровона я вот расскажу в своем докладе, есть некоторые вопросы в плане его эффективности по-прежнему, и после даже уже регистрации препарата идут по-прежнему его исследования, его эффективности, то есть пока ответ не 100% однозначный, хотя вот лидер мнений, так скажем, такие как Мерит, верит в то, что он работает. Ну, так скажем, такая вера, основанная на исследованиях, то есть доверяет проведенным уже исследованиям их. Ну, у нас не так много собственного опыта, поскольку он труднодобываем в исследованиях, труднодобываем в России, потому что его сложно вести и так далее, но сейчас появился более доступный вариант его, сейчас появилась вот возможность, я расскажу, клинического исследования, мы у нас, я надеюсь, его начнем сейчас, где будем таблетированный даравон исследовать. Ну, в целом нет оснований не доверять тем исследованиям, которые были проведены, но, с другой стороны, надо обращать внимание на новые результаты, которые поступают, поскольку, ну, и, собственно, в том исследовании основном, которое привело к регистрации препарата, он помогал тем людям, которые начинали упрямлять тоже на ранних стадиях болезни, а остальным людям он помогал не очень. То есть тут есть нюансы, которые не просто он помогает всем и всегда, а помогает в определенных, судя по всему, ситуациях и с определенными проявлениями. Так, как поддаются влечения новым препаратам асбульбарным началом? Ну, здесь таких исследований, где бы отдельно, именно с таблетированных препаратов отдельно выделялись бы такая группа исходно в планировании исследований именно асбульбарным началом, я не знаю, это как подгруппы потом анализируется, но, ну, как комментарий могу сказать, что, допустим, вот этот препарат Нюдекста, о котором он говорил, который улучшает не только такие вот эмоциональные составляющие болезни, но и бульбарные нарушения. Есть исследования, которые проводились, они не такие большие, поскольку на большие тут деньги никто не тратил на такие исследования, но показывали, что он, применяясь для контроля за бульбарными функциями, может улучшать, увеличивать продолжительность, то есть может замедлять течение болезни. То есть, ну, вот такой специфический препарат для специфических условно-симптомов может положительно влиять на замедление течение болезни. Так, 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 про нейроны она ответила. Так, так, а тут уже последний сейчас. Ну, вопрос про фонд, можно через нас покупать препараты, нет, нельзя. Спасибо большое. Я хотела сообщить то, что все доклады, которые были на английском языке и Томаса и Мерит, будут отдельно в записи еще доступны, с переводом и с расшифровкой тоже. Так что ничего не будет упущено. Спасибо большое, Лев Вадимович, за помощь. Спасибо.